всем привет в этом видео я рассказываю про то как покупать альткоины на бирже binance binance это приватная крипто биржа которая расположена в китае сразу пройдусь быстренько по функционалу именно то чем мы будем пользоваться во первых нас интересует вот эта вкладка exchange здесь есть два вида нас интересует basic так и здесь мы наблюдаем следующий интерфейс по центру у нас расположен монитор транзакций мы можем поставить чтобы он нам показывал активность за различные промежутки времени например еще стоит real time можно поставить каждые пять минут показывать свечки можно задать чтобы каждый час показывал свечки вот ну про свечки можно сказать что я наверное в другом видео уже запишу зеленые обычно показывают что тенденция идет вверх цена идет вверх красный показывает что цена упала за этот час это то что нужно в общем знать дальше день и понеделем смотрю с этим разобрались слева у нас идут транзакции на продажу этой валюты валюта сейчас выбрана пара ripple bitcoin он почему-то по определению сразу не выдал значит если я хочу посмотреть какую-то конкретную пару я могу либо здесь побраузить либо ввести поиск вот например когда она показывает мне какая у него цена на этой бирже в реальном времени меняет ее каждый пять секунд наверное показывает сколько в долларовом эквиваленте но на бинансе в долл нету долларовых кошельков нельзя подключить нельзя никак покупать здесь валюту за фиат какой-либо можно только за биткойны у них исключительно биткойные пары за эфир тоже нельзя покупать нужно менять эфир на биткойн я покажу как прямо здесь бирже и покупать за биток значит здесь это просто статистическая информация здесь тоже статистическая информация здесь вместе у нас идут и покупки и продажи тоже в реальном времени и самое главное что нас наверно интересует после монитора и вот этой строки поисков это как покупать и как продавать нашу валюту и так для того чтобы купить нашу валюту мы должны использовать функционал buy вводим сколько мы хотим монеток когда накупить одна монетка стоит 87 центов исправим и здесь нам обычно пишут сколько у нас битков на счету сколько у нас есть капитала для вложения значит тут можно покупать долями от своей биткойн доли либо если продаем то тоже продавать долями от своей доли капитала монет которым мы обладаем если у нас 100 кардана мы можем 50 процентов и он продаст 50 кардана если у нас один биток мы выберем 50 процентов и он на половину битка купит нам монет вот такой функционал покупки валюты и продажи валюты значит когда мы хотим продать например какую-то валюту например риск хотим продать вот у нас там скажем 100 рисков мы берем и говорим что хотим 75 процентов продать 25 мы например оставляем так решили окей это что касается покупать продавать теперь значит рассмотрим еще если например у вас в портфолио есть риск то очень удобно можно выделить его в фейворит и потом когда заходить проверять цены проверять рост можно просто нажать от фильтром фейворит он покажет все монеты которые вы выбрали визбанная для быстрого мониторинга теперь пожалуй самая интересная часть финанса точнее одна из самых важных часть части финансы это как всегда заносить деньги нажимаем на не пользуетесь вот такой огромный список всех валют которые есть на финансе автоматом он их не прячет хотя сейчас было выбрано не знаю может он мои настройки как-то через cookies прячет в общем принято для того чтобы все это не мешало и видеть только те валюты в которые вы при инвестируете вот здесь нажимать немного часто на видео вижу это люди так делают убирают просто все что не нужно видеть здесь у нас будет показываться сколько у нас стоимость нашего портфеля инвестиционного биткоина сколько он стоит в долларовом эквиваленте и когда у нас есть валюты мы можем сделать депозит на этот счет например если мы bitcoin кэш купили на coinbase мы можем задепозитить его сюда вот он дает нам адрес кошелька на который нужно прислать и мы его копируем и coinbase вставляем можно также coinbase есть qr-код ридер можно отсканировать qr-код и отправить по qr-коду тоже чтоб наверняка на этот кошелек какое-то время будет обрываться транзакция в итоге валюта придет и потом когда она подрастет мы можем ее выздорово снять на какой-то другой кошелек значит он не разрешает нам это делать без google аутентификатор это тоже очень важная речь это приложение которое у нас скачано на телефон я сейчас подключу чтобы показать видео это будет происходить показывать код мы приложение нажимаем плюсик вам верхнем углу потом скан бар код сканируем бар код и у нас на экране появляется уникальный временной штамп и мы его используем и я ввожу логин который здесь дается уникальный она вообще-то здесь так делается я не хочу здесь писать пароль так и что происходит когда мы делаем бездро нам тоже дается возможность писать адрес кошелька куда мы собираемся отправить например наш bitcoin мы берем адрес из coinbase вставляем сюда ну или кошелька каким вы пользуетесь и отправляете непосредственно на адрес этого кошелька средства нажимаете send потом приходит письмо на почту в котором вас просят подтвердить обязательно нужно будет подтверждать через google аутентификатор он попросит ввести шесть цифр google аутентификатора я сейчас не хочу этим заниматься потому что мне лень писать в этом замазывать на видео пароль вот но там тоже достаточно все просто дальше если вы купили валюту и она моментально у вас на кошелек не попала вы можете посмотреть статус транзакции в своих заказах в open orders нам а мы можем увидеть все заказы которые еще не проведены order history мы можем наблюдать всю историю наших заказов чтобы отслеживать какие инвестиции мы делали а и на каких этапах и за какие суммы мы покупали криптовалюту и trade history это по сути то же самое вот в общем то есть еще такой хистерии депозит хистерии выздоровский стоит то есть сколько разделен разделенная такая таблица будет здесь сколько занесли валюты и сколько вынесли валюты какой из абинанса чтобы тоже могли для своей бухгалтерии видеть как происходит как текут ваши деньги на этом все сегодня спасибо что посмотрели это видео и лайкайте пишите комментарии я буду стараться побольше рассказывать про торги криптовалютой на ютюбе и далее а а а а а Продолжение следует...